Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о памятной партии с памятного турнира Aeroflot Open 2004 года. Чем он памятен в первую очередь? Ну тем, что если свой первый гроссмейстерский балл я завоевал в Aeroflot Open 2003 года, то турнир 2004 года начался для меня не очень хорошо. Я стартовал 0 из 5. Многие выбывают в таких случаях. Я знаю даже из того турнира, после четырех туров выбыли люди, у которых были набраны ужайщики. Но я держался. Я получил плюс в шестом туре. Эту партию, конечно, вам показывать не буду. А в седьмом мне дали гроссмейстера, чешского гроссмейстера с фамилией Блатный. Сильный гроссмейстер, если не ошибаюсь, New York Open выигрывал еще нескольких сильных турниров. Но у него есть такая склонность к некорректным дебютам. В частности, он против меня избрал вот в этой позиции B6, дебютовывая. И может быть и не ошибся, потому что я отреагировал не сильнейшим образом. Самый правильный ответ здесь, конечно, слон D3. Я пошел кольц C3. А самый правильный ответ здесь слон D3. Оставляя для коня возможность выхода как на C3, так и на D2. Во многих случаях на D2 выход точнее, чтобы не попасть под связку слон B4. Главная линия такая. Если черные вдруг играют F5, с идеей забрать на G2, то им надо отдать на G2, дать шаг на H5. И теперь у черных неприятный выбор. После коня F6 они получают мат. Вот таким простеньким способом. Значит, у них единственный ответ слон G7. И в этом случае от белых требуется найти ровно два хода. Ферзь F5 шаг и на коне F6 слон H6. Такой неожиданный удар. Угрожает ферзь G6 с нападением на слона G7 и на слона G2. Брать на H1 нельзя. Или наоборот, брать на H1 надо. Ну, перестановки ходов ведет взятие на H1. После ферзь G6, если сыграть слон G7, то белые просто съедят на G2 и поведут коня на G6 с матовыми идеями. Очень серьезными. Если взять на H1, то партия молодого индуса очень быстро, А нет, как раз не очень быстро, но уверенно, тут белые пришли к победе. Ну, видно, у них все фигуры в игре. У черных полное отсутствие координации фигур. Словно H1 висит, король гуляет в центре. В общем, позиция совершенно безнадежная. Думаю, ни один способ здесь дальше есть реализации. Вот. Мой противник... Конечно, F5 бы не пошел. Тем не менее, ход слон D3 объективно сильнейший. Я пошел к H1 C3, и это позволило выиграть партию еще быстрее, чем вот индусу отдалеть своего спортсмена. Рассматриваем вам только что в варианте. E6 самый логичный ответ. Теперь черные напали на пешку E4, и, в общем-то, инициатива уже на их стороне. Висит пешка на E4, E5 ходить надо, но вот слон D2 ходить не хочется. Бить на E4 тоже. А что делать? Я принял решение пожертвовать пешку. Конечно, безусловно, у черных много в этой позиции хороших ходов. Мой противник выбрал конь D3. Есть очень интересное взятие слон D3. Здесь белые должны ходить ферзь E1 с идеей слона D3 или слон G5, а в ответ на слон F3. Ну, кстати, приятный выбор. Может быть, GF даже точнее, чем взятие коня на C3. Несмотря на то, что белые испортили себе пешечную структуру, они эту пешку могут попытаться протолкнуть дальше. Вскрылась линия G для возможной атаки на короля, если он уйдет в короткую сторону. Для атаки короля, если тот будет пытаться спрятаться на ферзьевом фланге, уже вскрыта одна линия. В общем, здесь я бы оценил так, что с неплохой компенсацией за пешку. А мой противник выбрал взятие конем, но, конечно же, здесь надо было продолжать гнуть свою линию. Слон бьет C3, ладья B1. Некоторая компенсация за пешку у белых есть. На D4 пока что черные забрать не могут. Но вопрос о ее достаточности или недостаточности достаточно очень сложный. То есть позиция реально проблемная. Ее можно играть, на мой взгляд, и белыми, и черными. То есть у белых есть определенная компенсация. Ну и у черных есть шансы отбиться. Мой противник предпочел спрятаться слоном на Е7, оставив количество пешек равным. Ну вот план черных как-то развиться. И потом начать игру где-то сыграть в C5 и начать игру против вот этих пешек центральных. C3 и D4. Белым нужно срочно что-то придумать, что-то активное. Пешка Е5 подсказывает нам, что место ферзя на G4. Это значит, надо пойти конь D2. И если черные аркируют, то ферзь пойдет на G4 или даже на H5. Белые попытаются вызвать G6 и воспользоваться ослаблением черных полей королевского фланга. Последовало C5. Этот ход меня порадовал очень сильно. Потому что ослаблено теперь поле D6. После ферзи G4 мой противник еще раз меня порадовал. Он ослабил теперь комплекс полей на ферзьевом фланге. И на эти поля срочно пытаются попасть белые фигуры. Конь C6. И в этой позиции у белых приятный выбор между слоном А6 и слоном G5. Но слон А6, понятная идея, слон G7, потом конь F6 шаг. То есть я так не пошел, по-моему. Или пошел. Был еще очень интересный ход слон G5. С идеей поменять чернопольных слонов и потом отправить коня на вот эти поля. Если получится. Слон А6 угрожает слон G7. Мой противник слона на G7 не пустил. Но теперь после хода слон G5 черные лишены короткой рокировки. Это выглядит... Это потеря темпа на ход слона А6 выглядит вполне оправданной. Здесь мой противник порадовал меня еще раз. Он подогнал моего ферзя для того, чтобы тот контролировал оба важнейших поля в районе черного короля. Ну и видимо решив, что в этой партии... Как сказать... Он доставил мне слишком мало удовольствия. Он взял на G5. И после коня до 6 шаг выяснилось, что будет мат на R7. В принципе у всех гроссмейстеров, у всех шахматистов бывают такие черные дни, когда игра не идет. Когда все валится из рук. Я тоже могу показать... Ну в принципе у меня тоже есть сходные, совершенно неудачные партии. Ну так навскидку, если повспоминать. С недавно закончившегося первенства Уральского региона. В партии против своего коллеги. Тюменского тренера. Сильного, неплохого шахматиста. Сергея Владимировича Искусных. Я играл, ну пусть дольше, чем Блатный. Там у нас ходов 40 с лишним, наверное, было. Но тоже совершенно беззубо. Совершенно не понимал, что я делаю и для чего. Но вот эта победа у меня самая короткая над гроссмейстером. При том, что я тогда еще был всего лишь международный мастер с одним баллом. И к тому же неудачно стартовавший в турнире. Эта победа позволила, кстати, мне воспрять духом. И после мячей в следующем туре с будущим сильным гроссмейстером Ваней Поповым. Черными я еще выиграл в последнем туре. И обошел своего юного друга и соавтора нескольких книжек. Книжек Игоря Ильича Лысого, который в дальнейшем стал чемпионом России. В 2014 году он стал. Через 10 лет. Ну, вроде бы все. Больше мне про эту партию рассказывать нечего. Про турнир тоже. Спасибо за внимание. Обязательно пишите, что вам не нравится. Я буду стараться улучшить качество видео и так далее. До свидания. Продолжение следует...